Всем начнём на нашу встречу. Присаживайтесь, пожалуйста, за Дождевипович. Я хочу пригласить сюда к нам на сцену певицу, финалистку проекта «Фактор А» Ксению Ангел. И она исполнит для вас музыкальный подарок песню под названием «Белый храм». Ваши аплодисменты! «Белый храм» Как два мастера Никита, да Иван В широком поле выбрали курган. На кургане дом фундамент возгляни, Обхватив стеной до пять святой земли. Обе белый Принеси к отамах, Давай чисто поезжи, Не к отамах, Нанежённый видом спальни, А снова. Как два мастера Никита, да Петро, Краски яркие готовили хитро, Глину мяли, да гуляли в деревнях, Обнимали они девок в осеннях. И потом нами те детки по стенам Разбежались к высоким куполам. Далека ты, Витантия, Что ж с того в землю русскую Вступало старшеством? Витантия, О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, А-а-а-а... А-а-а... 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 Как по мастера Иван Дник один По дорогам шито храму Много зим Колокольца лить Тверже один Чтобы звонить людям Для стержа с ним Белый крас Воспорил Под небеса Колокольные Иконы Плывают за лица Бодрость русская Апостолам дана Сила русская До господа Весна Бодрость русская Апостолам дана Сила русская До господа Весна Белый храм Белый храм Весна Белый храм Белый храм Весна Ксения Ангел Здравствуйте, уважаемые друзья Разрешите представить сегодня Известного Российского Путешественника Фёдора Кунюхова Апостолам Апостолам Вы знаете Наверное Можно много говорить о Фёдоре Кунюхове Для тех, кто не знает Это человек Это полярник Это яхтсмен Это Человек, который покоил Это альбинист, который покоил все высочайшие вершины мира Я думаю, что Он сам всё вам сегодня расскажет И Обязательно расскажет вам о новых проектах Которыми на сегодня Которыми на сегодня он увлёкся И Какие рекорды он уже в этом году сделал Пожалуйста, Фёдор Фёдорович Я просто извинюсь, что я опоздал Я живу не в Москве Я живу в Турисийской пустыне Возе перешла в Забельске Подъехал С утра И в дождь попадали И сейчас И мёст И По телу И А тут пробки А у меня долго ждали Я зашёл здесь В зале Душно Вы ждали меня Да? Вы извините А я сам не из Москвы Я думаю, что Лучше, если вы будете задавать вопросы А я буду отвечать Да? Пожалуйста Пожалуйста, дамы и господа Если можно, микрофончик передать, пожалуйста Пожалуйста А А Да Да А Скажите, у вас были Какие-то конфликты с акулами, с китами Которые Ради хух мы Может быть и лодку пытались перевернуть вашу Или что-нибудь ещё Вот Такое хулигаз Живость Хулигаз Они не проявляют Они живут В том мире, в котором Они живут В океане А я там проявлял Хулигаз В шоу И вот Конечно Ну вот Как ты-то Тут все видите Исчерпались И я здесь с вами Так что Они так Конца них не ранены А дёх Это погрызло Не, ну понятно, что Ты идёшь вокруг света Или через океан Переходишь А знаете Сколько я расту Я только Атлантический океан Переходил 17 раз Так что И шесть раз Ходил вокруг света Понятно, что Были встречи И с китами И с акулами И с дельфинами И с другими животными Там И с гигантскими спрутами Но Всё видите Обошлось Наприятно Здравствуйте Скажите, пожалуйста Вы любите путешествовать один Или всё-таки Берёте с собой Кого-то Скажите, пожалуйста Не, ну у меня были экспедиции Когда я С командой Ходил и Хожу Но те экспедиции Которые Задуманы В одиночку Они Задуманы были В одиночку Потом я Хожу Час еще один Потому что Эти экспедиции Которые я Выполняю Эти экспедиции Мои Моя мечта Моя Организация Этого экспедиции И мне бы не хотелось Поддержать Жизнь опасности Других людей Или Если другие люди Будут участвовать То им будет Мне очень интересно Потому что Я выбираю свой маршрут Свои рекорды Вот и На этом строится Мои отношения И команде Или Экспедиция Или Плавание Тех Которые я участвовал А когда один Связь есть Не ну Сейчас то Хорошо сейчас Связь всегда есть Потому что Есть спутниковый телефон Это когда я еще Раньше ходил Когда не было телефона Была рация Там рация На дальность Небольшая права Когда еще не было GPS Я же путешествую Будем Скоро будет 50 лет Я путешествую Да Когда то я еще Когда ходил Первый раз Вокруг света Там Сикстантом В рам Координаты Если координаты Возьмешь И с ошибкой 5 милей Ну пускай 10 км То это считалось Очень хорошо Сейчас уже у нас Такая техника Что если Погрешность Там 30-40 метров Мне кажется Это уже не очень точно Когда я был маленький В 50-х годах Я родился в 1951 году И помню Когда Бабушка Моя Запускали Космон Еще до Гагарина Там Спутники Бабушка Говорит Ох По радио Телевизору А Бабушка Цвети Говорит Слушай О Масло Полетело Почему Ну масла нету В магазинах А они выбрасывают Да На литер А когда я начал Вот сейчас Хожу И думаю Бабушка моя была не права Благодаря Тому что мы освоили космос Я могу С любой точки мира Позвонить домой Я могу Уже Даже с собой не брать Секстанты И давно уже не беру Потому что есть GPS И есть другие Приборы Которые Показывают Точные координаты Потому что Бабушка была Моя не права Сейчас Ну хорошее время И масло Тоже кушает Здравствуйте Можно задать На такой вопрос Был ли Вам по-настоящему Страшно И когда Вы чувствовали Что ну вообще Скажем так Конец И если да То Когда Прилип Сейчас Очень страшно Когда Я только Организовываю Экспедицию Уже мне страшно Становится Два дня назад Я только прилетел Из Франции Ну и Лечу И сейчас Я по-другому Лечу На самолёт Ну а до этого Я недели зато С Германи летел С Циталий летел Я уже смотрю На облака На высоту По-другому Потому что я же готовлю Сейчас экспедицию Вокруг света На воздушном шаре Как раз на высоте Той кран Который летает Самолёты Ну более На 11 тысяч метров И соответственно Я сижу И смотрю В иллюминатор И так мне же страшно Страшно Да Ну Дело что Страх Это очень хорошее чувство Человеке Есть Человек Когда он Чувство страха Чувство боли Чувство любви Вот это и есть Человек Представьте Если бы не было человека Страха А не любви Или боли Это по-другому Ничего А я Пока еще Секи чувства У меня есть Отец Владимир На правах Или в качестве Фактически Вашего соседа По пустыне Всего и Винское Дмитрий Хочу обратиться еще Так это вы Запустим туда Да 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 Там дорога плохая Это нас спасает От паломников Да Смотрите Вопрос еще Хочу задать От сообщества Парусного Клещей Водя Дело в том Что там Красиво Там уже много лет В собственном соку Развивается Как бы и парусный Парус Но К сожалению И местные жители Очень мало Ну Ребят Особенно молодые Очень мало Стимулов Или Чего-то такого Чтобы они шли туда И не удается воспитывать Я к чему это все клоню Первое Ваши земные планы Воздух Не море Земные планы Я знаю Установлены на поле Прямо При повороте На пустыне Осенью Крест Если своевременно Расскажите Да Может если рано Может мне отвечать Что планируется И второй вопрос Возможно Вы Под Вашим именем Проходят ребята по Челябинску Я знаю Уже Несколько лет Ребятишки соревнуются на оптимистах Может быть вы подскажете Если удастся нам как-то переговорить Опытом поделитесь Мы хотели бы Нечто подобное На Крещевом озере Сформировать И Возможно Отчасти Даже Одесский конкурс Немножечко Вот так Френировать Да Лучше Учеников Приобщить Вот И Ну Я люблю Перешел За лесами Озеро Почему я такой живу Да Я Каждый день Любуюсь И хотя в Москву далеко добираться Но я Стоит того Чтобы ехать в Москву А Жить там Потому что там красиво Люди ведь добрые И А У меня школа путешественников Во многих регионах Это зависит Школа путешественников Ну как называют Федора Конихова Это зависит Конечно от людей Особенно от руководства Вот как вы говорите Чем Да Вот на Тургаяке Там это Люди захотели Глава захотела Там Губернатора захотели Вот мы приехали Там Губернатор Мы говорим Что мы откроем Выпускают У нас там 80 кадетов Этики Ну Это Парусные Оптимисты да Яхточки Мы сказали Сколько вы купите Для детей Сколько мы Мы говорили Что он там 30 Покупаете Яхты И мы 30 И сейчас у нас 80 яхт Соответственно 40 мы купили 40 губернаторов Мы купили И детей Учим И там проводим Каждый год Сейчас 6 июня Каждый год там же Это гонки не простые Это гонки на отбор На первенство На первенство России Это мы как раз Плавие стоим Через Федерацию Парусных спортов Через Министерство Спорта Все То самое Сейчас Мы берем Из Цитата Российских Вкусных детей В Токине В школу путешествий Мы летом Детей туда возим Это зависит от Руководства И от людей Я могу только Приветствовать И помогать Чем могу А так Знаете Я пытался Вот так Мы на плече Все свалились Мы все Разрешение Там Это очень сложно Там все Тут должно быть Есть готов проект А там Это то что я там Купил землю У меня Да Это мы там Хотим И то же Я ведь Я сам с помором С Архангельской Ну Области Мои там Есть Губа Конюхова Сидоровка Петровка Деревня Конюхова Мои Праправцы Жили И я все время Мечтал Я живу В Москве Там построил Часунки Я все время Мечтаю Чтобы в Москве Стоял храм Поморский С 17 века Бревна таки Просовлены Ну мы идем по проекту С 17 века Обрена С побережья Белого моря Которые Просолены Соответственно не разбирать Старые храмы Ни в коем случае Просто есть И те вот Реставраторы Мне хотелось Москва Красивый город Я люблю Она белокаменная Но раз Москва Столица Всех Просолены Почему бы Не стоял в Москве Такой храм Поморский Понимаете Это Это Поморский Святой Рыбаки Ну С Белого моря Любит Все Николай Человетворцы Это Рон Керинский Там Ему молится Чтобы была Хорошая погода Ну Он еще Жил Когда Северодинский Ну В России А это Состав Таких Святых И Соответственно Ну В Москве Соответственно Сложно построить Такой храм Да И мы купили Возле Северных Пустыни Гектар земли И Чтобы там построить Поморский храм Потому что Это я А моя матушка Ирина Она Купила Гектар земли И сажает Яблонь Она хочет посадить 300 яблонь И потом Когда они вырастут Передать Северные Сельские пустыни Не просто Как мы обычно делаем Помогаем Подарки Ну как называют Спонсорство А вот Через пять Через восемь Подарите Сад Землю Это Знаете Мы Снимали Фильм Ну не фильм Такую передачу Где пять назад BBC Снимала Обо мне Девять минут Потом О Спортсмене Из Эфиопии Он Без ноги Пробежал Марафоны Известные Он построил больницы В Эфиопии Я был в больнице И он Молодец И о Японке Старушка Она Умерла 90 лет Она Всю свою жизнь В Японии Посадила Миллион Кедров Она С юности Начала Садить Движение Такое Движение Из Примера Миллион Кедров Человек Ушел И Остал Миллион Кедров Моя Матушка Посмотрела Миллион Она Решила 300 ябл Посадить Вырастить И передать Все это Российские Пусть Мы видим Это Дети Наши Учиться И Все наши Друзья Это Красивый мир Красиво Люди Спасибо Да Федор Филиппич Скажите пожалуйста Вы начали Отчасти О своем Начале Путешествия Что привело Вас Что Вас заразило И когда Было первое Ваше путешествие Соответственно С чем это было связано То есть Что Толкнуло Вас Начать Это Я написал Маленькой книжечкой Как я стал путешественником Да Издатель Топома Выпустил Я для детей Написал Что мне этот вопрос Вы знаете Сколько раз Задавали Да И задаете Но я понимаю Что Мы Люди Каждый день Обновляется И Не обязательно Помните Или Должны знать Как я стал У меня Я С детства Начал путешествовать С 8ми лет Я признал Что я буду путешествовать В 15 лет Я решила Свои первые путешествия Красной селотки Переплыл в Азовское море И с этого Начали считать Мои путешествия Так вот Сейчас показывают Там На лодке Тихий океан Тогда я Азовское море Переплыл И вот с этого Начал Ну у меня Такая биография Легкая Видите Я живу Очень легко Потому что У меня же нету Никаких проблем Таких Я не делаю И карьеру Ни в жизни Ни в политике Ни в спорте Ничего Я просто живу Любуюсь Пишу картину Пишу книги Путешествия Те путешествия Которые мне нравятся Да Но я с детства Знав Что я буду путешествовать Мой дедушка Михаил Конихов Он участвовал В экспедиции Георгия Седова Это Нашу русскую Путешествие Который пытался Достив себе На полис В 1912-14 году Но он участвовал В экспедиции В 1901 году На новой земле Тогда Георгий Седов Молодой был И он как раз Исследовал Новую землю Новую землю Наши Была И геодезистом И картографом И красотой Мировой кейства Как раз И в этой экспедиции Участвовал А когда Седов Ушел в свою Трагическую экспедицию Дедушка Не пошел с ним Поженился Соответственно Дети у него Не было в этой экспедиции Где погибли Георгий Седов И дедушка Хотел чтобы я Был таким же Как Георгий Седов В путешествие Когда шел Когда я родился Еще никто Не доходил до Северного полиса Но это С России Из России И тогда Я уже знал Что в школе Уже все знали Что я буду путешествовать И почему я пошел Дальше Дальше Спасибо А когда уже дошел До Северного полиса Я был Четыре раза На Северном полисе Четыре раза Ходил на Северном полисе С командой Дальше Тогда я уже начал Другим заниматься Спасибо Здравствуйте Я прочитал вашу Вот эту книгу Изумительная книга Очень интересная Не уступает Не уступает Не знаю Негативным Драматичным Фильмом И у меня Здесь не очень много вопросов Но я Позвожу себе Два Частных вопроса Что стало с вашей Яхтой Парусником На котором вы сделали Первую Кругосветку С которой вы так Дружились Что даже называли Ну Нам Мы То есть осуществлялись Сидя Не это первый вопрос Что с ним стало Потому что Эта глава Обрывается На том Как вы подошли Чуднее И второй вопрос Встречаете ли вы Вход же С медсестрой Которая Помогла вам Вернуть Яхту Которую вас отправили Которую Нет Эта паруса яхта Коорана Называется В переводе Сабаринецкого Я покупал в Австралии Называется Мирная зона Или мирное место Я покупал в Австралии И пошел вокруг все Это В 1990 году А когда я вернусь Яхту Привезли В Владивосток На судне И Она же Принадлежала Дальневосточную Страховую Компанию Это их И она сейчас В Востоке На сегодняшний день Она сейчас Находится Ясмены В Владивостоке Не знаю Они Дошли Ходили Вот Этим Году В этом году Ходили В Америку В Америку Свои Востоке Ходили на Каране Она на Каране Да Она на Каране И то же самое Формоза На которой я ходил Второе Красивное плавание Которое Пират Украли Она Она Принадлежала Дальневосточному Морскому пароходству Она сейчас В Владивостоке Там Гонках Участвует Яхты А вот Яхта Алые паруса Она сейчас Ходит Тоже Под экипаж И там Сейчас Все Яхты А Нет Я больше никогда Туда не попадала Когда сегодня Филиппинские Не попадала Не сходят Они такие Да Ну Сейчас Их Не знаю Спасибо Пожалуйста У меня такой вопрос А что вообще делать Возможно Прутешествия Или Ну Ну Ведь Прутешествия Конечно Способствовали Больше Познать Бога А приоритет Понятно Что я Мама И папа 1916 года У них Свидетельство Рождение Еще Царская Ну Они В 16х Мы родились Соответственно Раволюция В 17х Понятно Что они Были Верующие И Были Верующие И Потом Конечно Мы В то время Вскрывали Я Учился Духовные Семинарии В начале 70х Годов И Тоже Там Я Молчал Потому Я Я Канонизирован Пять Святых Моем Раду И Сейчас Мне Приятно Я Проте Николай Самый Близкий Брат Моего Деда Святой Николай Конюхов Проте Святой Правиль Правиль Новоученик Крас Это Я Здесь Будет Священника Я Хотел Думаю Ну Вот Когда Будет 50 лет Я Принусану Иду В какую-то Деревню И там Буду служить Тихо Я Принусану В 55 Сейчас Мне 64 Пожалуйста Есть Да Да Просто Как Вы Поддержите Такой Хороший Федичный